Всем привет, друзья и гости моего канала! У нас сезон заготовок на зиму. У меня это и помидоры, и огурцы, и кабачки. И хочу поделиться с вами, вернее, дать совет. Когда вы варите томатный сок, либо готовите аджику, я думаю, что многие хозяюшки делают вот так же, как и я. Мы убираем, в моем случае сегодня это аджика, мы убираем лишнюю жидкость, чтобы нам меньше по времени это все варить, меньше выпаривать. А все мы хотим получить густой томатный сок, густейшую аджику. Поэтому мы убираем лишнюю влагу вот таким вот способом. Сито, небольшой половничек, вот так вот по мере вся гуще, она остается внизу. Видите, она сюда не проникает. Мы кладем вот так вот сито, немножко ждем. Есть большие, есть маленькие. У меня сегодня маленькая, но вот так вот само, видите, держится у меня в кастрюльке. И я удаляю лишнюю жидкость. Что я хочу вам сказать? Вот эту вот вкуснейшую жидкость не выливайте в раковину. На основе этой вкусной водички, так ее назовем, можно приготовить обалденные маринованные помидорки на зиму. Именно этим рецептиком я сегодня с вами и поделюсь. И теперь, друзья, смотрите, аджика у меня закрыта, а вот этот вот, не скажу, что томатный сок, вот эта вот водичка, которую мы убирали, у меня осталась. Я вместе с ней закрою помидорки. Я сегодня использую две вот такие баночки, литровая и 700-граммовая. Не переживайте, вы можете использовать любую банку. Я вам дам расчет сахара и соли на 1 литр. В баночку мы буквально ничего особо не добавляем, кроме по листочку лавровому, по перец черный горошком, на литровую штучек 10, на 700-граммовую штучек 7. Также перец душистый в литровую баночку, две штучки будет достаточно, 700-граммовую, одного, ничего, он ароматный. Мы другими специями, не хочу я ими перебивать вот этот вот аромат. Если любите гвоздику, можете добавить гвоздику. И накладываем помидорки. У меня вот тут остался целый тазик помидорок. Я выбираю самые красивые и наполняю баночку. И желтенькие добавлю, и красненькие. Все, баночки наполнены. Баночки чистые, вымытые содой. Можно простерилизовать. Подготовлены стерилизованные крышечки. Проварите их 2-3 минуты. Дальше литр у меня вот этого сока. Я включаю плиту, выливаю его сюда и довожу до кипения. А тем временем поставила чайник. И первый раз просто залью помидорки кипятком из чайника. Заливаю баночки. Аккуратненько льем на помидорки, тогда баночка никогда в жизни не лопнет. Наливаю до самого верха. И тут же баночки сверху прикрываю стерилизованными крышками. И в таком виде оставляю их на 15 минут. А тем временем, пока баночки стоят, нужно сюда, в нашу томатную вкусную водичку, добавить соль и сахар. Значит, здесь у меня 1 литр ровно. Я беру столовую ложку соли. Вот так вот, без горочки. Вот так будет достаточно. Даже еще вот вровень, чтобы было. Вот так вот. Лишнее можно убрать. Так, столовая без горки. Соли. И 2 столовые ложки сахара. Одна и вторая. Перемешаю и жду, когда закипит. В принципе, используя такой маринад, можно уксус и не добавлять. Но я добавлю яблочный. Но уксус я добавлю только после того, как у меня маринад закипит. Спустя 15 минут сливаю воду с банок в раковину. И после того, как маринад закипел, добавляю 1 столовую ложку яблочного уксуса 6%. Еще раз все хорошенечко довожу до кипения, чтобы закипело. И буду заливать в банки и закатывать. У меня сегодня баночки под закаточный ключ, вернее крышки под закаточный ключ. Вы можете использовать винтовые крышки без проблем. Аккуратненько заливаю баночку до самого верха. Боже, насколько это вкусно получается. Прикрыли и закрутили. Вот такая красота. А, какая это вкуснота! Эх, мало баночек сделала, еще остался маринад. Ничего, я сейчас еще полулитровую сделаю. Потому что такую вкусноту выливать ни в коем случае нельзя. Уберу пока в сторону и наполню еще одну банку. Все, посмотрите, насколько быстро. Я добавила еще одну баночку. Быстренько чайничка залила. 15 минут подождала, все. Я эту вкусняшку заливаю. У меня готова еще одна баночка. Еще бы на одну хватило. Ну, хватит. Это уже я выпью. Это вкусно. Так, и закатываем. Все, друзья. Я добавила даже не одну полулитровую баночку, а две полулитровые. Не ожидала, что литра маринада хватит вот на столько баночек. Посмотрите, какая красота. Очень вкусно. Все, друзья. У меня сутки прошли. Помидорки остыли. И убираю их на хранение. Обязательно попробуйте так приготовить. Наверное, это самые вкусные помидоры. До новых встреч. Всем приятного аппетита. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»